Министерство внутренних дел Грузии распространило через средства массовой информации, аудио и видеоматериалы, доказывающие, по мнению грузинской стороны, то, что шестеро задержанных российских военнослужащих осуществляли шпионскую деятельность на территории Грузии и привлекали к ней граждан этой кавказской страны. 11 из них, входивших, как утверждается в агентурную сеть российских спецслужб, также задержали. Шпионский скандал до предела накалил и без того непростые отношения между Грузией и Россией. Москва объявила об отзыве из Тбилиси российского посла для консультаций, распорядилась начать эвакуацию сотрудников российского посольства в Грузии и членовых семей, а также прекратить выдачу российских виз грузинским гражданам. Россия расценивает действия грузинских властей как провокационные и намерена поднять этот вопрос в ходе срочных консультаций Совета безопасности ООН по вопросу о грузино-абхазском конфликте. Глава грузинского МВД со своей стороны утверждает, что распространенные в четверг видеоматериалы лишь часть имеющихся у Грузии доказательства введения российскими военнослужащими шпионской деятельности. Министр обороны России Сергей Иванов обещает, что ответ Москвы будет адекватным. Мы, естественно, решительно требуем немедленного освобождения всех офицеров. Реакция российской стороны на происшедшее будет адекватной и вменяемой. Я думаю, о ней вы скоро узнаете. Конфликт таким образом угрожает принятие еще более крупные масштабы. Шпионские страсти разгорелись в Грузии через несколько часов после того, как Михаил Саакашвили открыл в так называемой Верхней Абхазии административный центр абхазского правительства в изгнании. Торжественная церемония прошла в среду в селе Чхалта. До распоряжения грузинского президента этот регион назывался Кадорским ущельем. Отныне здесь размещается аппарат прогрузинского правительства Абхазии. Я хочу сказать каждому, что мы намерены вернуться в Абхазию, но исключительно мирным путем. Сейчас мы находимся в Верхней Абхазии, районы которой были освобождены нами и управляются грузинскими властями. Нынешний кризис политологи рассматривают исключительно в общем контексте взаимоотношений Москвы и Тбилиси. Россия противодействует стремлению Грузии установить свой контроль над самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. В связи с шпионским скандалом эксперты вспоминают вызвавшие много вопросов истории с обстрелами вертолетов министра обороны Грузии и самого президента, совершенное, как сообщалось, с территории Южной Осетии. Тбилиси настаивает на выводе российских миротворцев из спорных территорий и их замене международными силами.